нас всю ночь качала на волнах била по причалам отметили в инстаграме так собственно говоря и познакомились сейчас руками будут перетаскивать я приехали движок не заводится вот так вот мы ночевали как видите гостевой пирс в порте или форте константин прямо на самом входе гавань защищенную дамбой волнорезом но и чем-то защитным сооружением а мы нас поставили прямо на входе мы спрашивали можно ли где-то другом месте но нет нам сказали что это гостевой пирс в общем-то он даже подписан видите надпись гостевой причал возле заправки нас всю ночь качала на волнах била причал витя вставал ночью немного ослаблял швартовые поправлял кранцы потому что со стороны залива шла волна от проходящих судов конечно не такая сильная как вчера была на большой воде здесь все таки территория закрытая сейчас прохладно надеемся попасть и пойдем непосредственно мы выбрались из яхты прогуляться по форт константину но на самом деле мы просто нашли душ чтобы помыться к сожалению наша яхта не оборудована душем поэтому приходится искать здесь над головой баражирует одномоторники звук как военных фильмов ну собственно говоря конструкция самолетов именно такая ну вообще вот так невооруженным взглядом фор константий такое убогое впечатление производит какая-то свалка везде конечно понятное дело что все строения старые так далее но вокруг еще куча мусора да вот здесь табличка батарея орудия построена 1895 году мы немного помылись форте константин перекусили на берегу что для нас стало уже непривычным сейчас с Витя с Олежкой вернуться из душа и пойдем уже непосредственно в Санкт-Питер была тоже с мокрой головой к сожалению мы забыли фен а фена здесь души не оказалось ничего подсыхаем а еще мы побывали в гостях на яхте Иремерь которая стоит вот с этой стороны пришвартованная к заправке Роснефть они нас увидели здесь отметили в инстаграме так собственно говоря и они познакомились зашли друг другу в гости посмотрели их яхту но их офигенная здоровая такая классная они тоже идут на юг в Геленджик приехали движок не заводится а самое паршивое что по ощущениям лодка бьется сейчас одно очень низкие глубины мы только собрались выходить причем выходить никуда поскольку все яхт клубы питера до которых мы смогли дозвониться отказали сказали что мест нет даже на одну ночь но нам нужно отсюда идти потому что мы почувствуем что бьемся дном и тут оказалось что мы не заводимся сейчас попробуем долить бензина то есть дизеля но не уверена что проблема в этом видите долил 5 литров бензина чтобы понять проблема в этом или нет хорошо бы в этом пусть лучше в бензине вот то есть дизель дизель у нас еще есть так не вовремя я завяжу потом не зажигаются свечи или что это еще я не знаю я не разбираюсь витя пытается разобраться в чем проблема не пытаюсь разобраться просто пытаюсь разным способом заводить я не все равно не разбираюсь в любых да и вообще в любителях да мы и механики так 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 Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Садись, Белла! Приплыли! Доброе утро! 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 нам надо вот за этот видите сзади упал, мы немножко его прошли сейчас руками будут перетаскивать яхту я соответственно срывали сейчас наш буксирчик швартанется ой покажи вот путь от гостевого причала вон там вдалеке в одном месте дети обтеранулись в город вода упала вот так вот даже при нашей маленькой осадке аккуратнее, чтоб там мы кормой не ударились вот Витя держит и корму и нос ну вот мой швартоварец, лесопричина легко пошло швартовка сейчас пойду искать детей теперь будем думать что делать с двигателем да, Витя заметил это обшину, да? да, обшину и там вот полоса вниз внизу внизу опять это вот обшину наверно там несколько шин висит а вот внизу а вот внизу видите нет ничего страшного так, ты меня только не нырни Витя вставай давай я пойду туда пошли детей найдем так, здесь вообще выход ограниченный как бы пробираться не знаю зато сломались в историческом месте форт Константин во всем надо искать плюсы поначалу нам говорили, что на новом месте перешвартовки не будет электричества но сейчас вроде бы уже с электричеством пока все сходится на том, что засорился старый топливный фильтр мне намекали о том, что его стоит поменять но я надеялся, что понадеялся на старую лодку вот но я купил зип ко мне он успел прийти перед нашим отходом так, что у меня есть а что топливный фильтр заменить будем надеяться он может так резко засориться ну как так резко ну с тех самых времен, как в последний раз его меняли нет, ну я думаю, что вчера пришли нормально ну вот вчера его говорят растрясло и все то, что там объем накопилось забило выходные отверстия топлива не попадает в сам вилт понятно будем надеяться, что сейчас поменяем и все будет хорошо ну сейчас да да так будем надеяться мне тоже как-то не понравится я думаю, что по-другому а вам договориться? ну для этого нужно разбирать гокпит чтобы подобраться к фильтру оху блин там а то а это Субтитры сделал DimaTorzok Вот так вот происходит замена топливных фильтров. Попытка оживить наш сдохший движок. Пока что не заводится. Итак, сейчас половина девятого вечера. У нас ремонт в разгаре. Вот так выглядит. Дно нашего кокпита. Мы не выходим, ведь мы выглядываем. Очень хорошо, что даже в это время при пасмурной погоде здесь, в Питере, светло. Это, конечно, значительно облегчает дело. А мы готовим ужин. Дети играют в игру ходилку. Так, пройдет, пройдет, пройдет. Окошко. Окошко здесь на шкафу лежит, смотрит на все. Вот так, понюхала, понюхала. Да. Кажется, поняла. Все. Все приели. Что дать? Воду. Сейчас дам. Так, ты зеленый. Вот, ты зеленый. Колбачок, компотер. Давай, ставь на старт. Смотри, Олежка. Олежка. Олежка.